Итак, переходим к следующему. Что же такое венчурное инвестирование? Это крисковое начинание, предоставление молодым компаниям средств без залога на ранней стадии развития в обмен на долю в этих компаниях. То есть венчурное финансирование – это долгосрочные 5-7 лет высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых высокотехнологичных перспективных компаний. Запишите это, сделайте скрин, но запомните, я буду задавать вопросы, что такое венчурное инвестирование. Оценка венчурных инвестиций, дорогие друзья. Мы в данном случае находимся в стадии SET. То есть венчурные инвестиции есть в начальной стадии SET и стадии стартап. В данном случае стартапом мы будем тогда, когда мы начнем уже строить какой-то участок дороги. Вот это будет стартап. Далее, дорогие друзья, смотрим. На что нужно обращать внимание? Какая это технология. То есть если это технология, скажем так, ограниченная какой-то страной или каким-то городом, то эта технология привлекательная, конечно, но не совсем она подходит, ну скажем, у нее один интерес. Если это технология, если мы говорим о Skyway, и это технология, которая нужна сегодня 90% людей на планете, и это ноу-хау, это практически основа нового тренда, то это совсем другая привлекательная сторона. Второе, бизнес-план. Существует ли бизнес-план? Вот я встречался с многими технологами, инженерами. Блин, они мне начинают рассказывать, я когда начинаю переходить к финансам, они говорят, вот вы финансисты, вам лишь бы деньги. Это на людям нужно. Я говорю, ну поймите, нам нужно экономическую целесообразность просчитать, в том числе. Я хочу вас выслушать и понять, как сделать экономическую целесообразность. Вот вам лишь бы деньги. Вы не понимаете. То есть он объяснить до ума не может, да? Ну психун. Ты мне спрашиваешь, бизнес-план есть, нет? Он говорит, хорошо, давайте мне расскажите, я вам зам вопрос, я сделаю бизнес-план. Потому что без бизнес-плана выходить куда-либо, но ты не выйдешь. У компании Skyway сегодня есть бизнес-план. 15 этапов развития, дорогие друзья. Это очень интересный бизнес-план развития на ближайшие 3 года. И вот в этом плане, дорогие друзья, я хочу сказать, что в этом плане компания Skyway на сегодня является уникальным примером для многих венчурных проектов. Третье. Этап реализации запуска проекта. Когда я познакомился с компанией, и, ну чтобы вы понимали, вот если компания реализуется за 3, значит можно сказать, у вас 100% за 3 года. Если реализация проекта за год, значит 100% будет. Если реализация проекта за 15 лет, вот как китайцы предлагают новый шелковый путь, здесь Москва, Пекин, за 10-15 лет за 350 миллиардов долларов. То есть фактически, фактически, окупаемость этого проекта, да, 15, то есть за 15 лет они строят. И потом, пускай даже за 5 лет, если окупаемость этого проекта, то за 5 лет это значит получается 20% в среднем годового дохода. А если за 15 лет окупаемость, значит делим 100 на 15, это на уровне, где у нас калькулятор, 100 на 15 это 8 получается, где-то так, да, или 7. 100 разделить на 15, 6,6, ну около 7, да. То есть около 7% годового дохода, что намного лучше, чем, скажем так, учетная ставка Америки либо Японии. Далее, в компании в SkyWay у нас 3 года этапа реализации запуска проекта. 3 года. Когда я узнал от Анатолия Горчевицкого 3 года, я вообще был приятно изумлен тому, что за 3 года может реализоваться. Когда я в Нике сказал, блин, да это же вообще супер, я хочу этим заниматься. Уставной капитал. Вот если небольшой уставной капитал, например, и Фейсбука, когда они тренили компанию с уставным капиталом 25 тысяч долларов, а потом им нужно было поднять компанию на 500 тысяч долларов, вот тогда, если вы помните, кто не смотрел фильм «Социальная сеть Фейсбук», как Марк Скубрюер, как человек, которому дал ему 25 тысяч долларов, он взял его и кинул. То есть когда идет, вот в чем проблема стартапов многих американских, да и российских. Там небольшие не открывают уставные капиталы, но потом, когда нужно увеличить уставной капитал, нужно порезать чьи-то доли. В данном случае уставной капитал компании Skyway, группы компаний Skyway, 400 миллиардов долларов. Это интеллектуальная собственность, оцененная в 400 миллиардов долларов, это 400 миллиардов акций. 30 процентов, то бишь 120 миллиардов акций планируется отдать на инвестпроводящую систему для строительства экотехнопарка. Вот чтобы вы понимали, да? Поэтому, дорогие друзья, о чем это говорит? Вот этот большой капитал говорит о том, что никто резать и повышать уставной капитал не собирается и не нужно будет. И вы знаете, когда к нам приходили финансовые группы в прошлом году, мы вели переговоры, мне так смешно было, через скайп мы разговаривали, Виктор Бабурин, мы сначала вместе, а потом говорим, с юницким вас идем. И вот они говорили, да мы вам закроем 300 миллионов без проблем, нам нужно вот это, вот это, вот это, и мы вам закроем, то есть без проблем все, да, будет. Но говорит, какой будет наш пакет, то есть 300 миллионов это сколько, то есть мы не претендуем на то, вы управляете, то все, пятое, десятое, ну какой пакет в процентном соотношении, мы говорим, ну это всего лишь 30 процентов. Как 30 процентов? Ну так, говорит, уставной капитал 400 миллиардов долларов. Они исчезли. Почему? Да, потому что многие компании, они хотят потом делить и разделить твою долю. То есть они говорят, ну хорошо, мы входим, дайте нам там 30 процентов, ваши 70 процентов, потом, когда компания начинает расти, нужны еще больше инвестиции, приходит больше инвесторов, чью долю они будут делить? Вашу, но не свою. И тогда у вас доля уменьшается. Вот в данном случае Анатолий Дарьевич Ницкий посыл очень правильно и справедливо, что наши доли не будут урезаться. Далее, страна регистрации компании. Дорогие друзья, конечно я очень уважаю Россию, уважаю и многие страны Советского Союза, но открывать на начальном этапе компании у нас достаточно опасно. И почему у нас потребительское общество открыто и так далее, и так далее. Ну, во-первых, у нас нет регламентирования по акционерному капиталу и нет такого понятия, как внести интеллектуальную собственность на определенную сумму. Вот этого понятия нет, дорогие друзья, и оно отсутствует у многих стран. И поэтому мы открыты, британские Виргинские острова, да, это офшорная зона. И в чем уникальность офшорной зоны? Мы с вами, как акционеры, дорогие друзья, получим наибольшие выгоды. Потому что если бы мы были в Британии, как изначально это была открытая компания, я сначала был рад, узнал, что там корпоративный налог 23%, они обещали его понизить, но его поднимут с этого года на 25%, то бишь мы должны будем Англии заплатить 25%. С каких, как это, пирогов называется, чем мы должны платить им? За что? За то, что мы просто зарегистрировали. Именно поэтому открыто в Британских Виргинских островах, под этой юридикцией, там идет очень правильная, оптимальная, скажем, система налогообложения. Но самый главный момент, дорогие друзья, не в этом. Самый главный момент, там находится банк данных акций. То есть там находится банк акций компаний. И это защита в первую очередь интеллектуальной собственности Антон Дороженецкого. Вот это очень правильный подход. Рус-Транснет компанию мы потом выведем на IPO, на фондовый рынок России. Укртранснет на украинский фондовый рынок. Глобал Транснет УК мы выведем на рынок Британии. Появится у нас Транснет Казахстан, выведем на казахский фондовый рынок. Появится в Китае компания Транснет Китай, выведем на китайский фондовый рынок. Не проблема, совсем не проблема это сделать. Но головная компания, где находится технология, она должна быть защищена. И это очень правильный момент. Потому что в прошлом году компания даже планировала вывести на ДЛВ в Соединенные Штаты Америки. Мы много дискутировали и мы рады были, когда приняла компания, что именно будет на Британских и Британских островах зарегистрирована компания. И там будет банк акций. Далее, дорогие друзья, шестое, прозрачность. Вы видите, у нас постоянно идут отчеты. Постоянно идут два раза в неделю видеоотчеты. И вот сегодня вы видели ролик последний. То есть всегда идут отчеты, и был отчет за прошлый год проделанный. И то, что проделано за прошлый год, дорогие друзья, я не буду повторяться, но вы можете увидеть этот ролик, сделано огромное. И услышать Анатолия Дорченко, который рассказывал, что сделано за 2015 год. Но сделано невероятно, я сразу хочу сказать. За те деньги, которые получены, сделано огромное количество работ. Седьмое. Во что конкретно идут инвестиции? Вот здесь нужно понимать, если идут инвестиции, допустим, ну как пример, на поддержку. Ну вот я вспоминаю, Газпром собирал, дорогие друзья, Газпром собирал деньги в свое время через Сбербанк, народные деньги. То есть привлекал людей, кто помнит, это был 2009 год, если не ошибаюсь, активная реклама шла на Газпром, что привлекает народные деньги. Все здорово, люди, давайте вкладывайте в Газпром, они эти деньги вкладывали в ремонт системы Газпрома. Это один вариант. Но когда ты вкладываешь изначально в технологию, это совсем другой вариант. Вот это две разные вещи, дорогие друзья. И мы в данном случае, говорите о Skyway, мы вкладываем в технологию Skyway, которая будет... Это все равно, что, дорогие друзья, вот существуют технологии в своем мобильном телефоне, вот если это Apple. Да, я не люблю Apple, у меня Samsung. И у меня, как это называется, система не Apple, а система Android. Ну не нравится мне система Apple, не знаю, почему. И сам Apple, да, вот железо, вот это, стоит не более 30 долларов. Но мы за эти телефоны платим 700-800 долларов. Ну в Америке, правда, они стоят 300 долларов. Но если ты подключился на год контракт компании. Так вот, задаем вопрос, задаем элементарно простой вопрос, да. 30 долларов стоит железо, почему мы платим 700 долларов? Ладно, половина уходит в маркетинг. То есть 100% накручивает маркетинговая стратегия, все зарабатывают маркетологи, и кто продает это, да. Но остается еще 30 долларов. То есть в 10 раз больше, чем стоит железо. Что здесь стоит? Технология, дорогие друзья. Здесь технология. Представьте себе, что в системе Android вы участвуете в каждом телефоне, который находится. Вы получаете от каждого телефона, который использует эту систему Android, процентики, да. Если вы акционер компании Google. Так вот, то же самое, когда будут двигаться наши транспортные средства, начиная от юнибайков, заканчивая там юникарами, то есть высокоскосной, городской, грузовой, порты, которые могут быть. А в будущем и потом технологии строительства, струнные опять же технологии строительства многоэтажных зданий, одноэтажных зданий. Вакуумного стекла это технология юницкого, где мы можем участвовать. Строительство заводов юнибуса, по производству юнибусов, да. Мы можем в будущем получать везде проценты. Вот это, дорогие друзья, классно. Почему нужно об этом всегда говорить, всем говорить. Потому что когда мы будем вкладывать только в адресный проект, к примеру, здесь в Иркутске адресный проект. Значит, только с этого адресного проекта люди будут зарабатывать деньги. Либо в адресный проект Санкт-Петербург-Владивосток. Только с этого проекта люди будут зарабатывать деньги. Либо проект на Украине Харьков-Одесса-Одесса-Львов-Харьков, или там Чернигов-Киев-Одесса. То есть только с этого адресного проекта. Либо европейский проект Терко-Лондон, Лондон-Лиссабон. Только с этого будут зарабатывать деньги. А мы находимся в корневой технологии, которая будет использоваться везде, во всех адресных проектах. Вот это, дорогие друзья, нужно понимать. Далее. Предполагаемая дата первой капитализации, от чего она зависит. Через два года, в 2016 году, и в следующем году, когда сертифицируется городская транспортная система, и грузовая, и мини-байки, а в 2017 скоростная система, вот здесь наступает капитализация. Как только у нас начинает идти строительство адресных проектов, вот здесь начинается капитализация. Срок окупаемости проекта инвестиций, дорогие друзья. Очень важно, чтобы вы понимали, в мире, существует в инвестиционном мире такая цифра. Что если за 7 лет ты 100% вернул свой капитал, то это очень хорошая инвестиция. То есть ты инвестировал деньги, и через 7 лет твои деньги увеличились вдвое. Это очень-очень классное инвестиционное предложение. Здесь же в компании Skyway эти предложения, дорогие друзья, просто офигенные, я считаю, обалденные. Потому что проекты некоторые могут за полгода окупаться. То есть это означает 200% годового дохода. Строительство Санкт-Петербург-Владивосток возможен примерно за 5-7 лет. И окупаемость проекта за 5 лет. За 3-5 лет. В зависимости от пассажира потока, который пассажир поток. Понимаете, да? Далее. Предполагаемая доходность дивиденды. Вот вам по сроку окупаемости можно сразу же понять дивиденды. Если за 5 лет окупаемость проекта, то в среднем 20% годового дохода. Но что еще самого цены, дорогие друзья? Вот посмотрите. К примеру, китайцы построили транспортную систему по всей России, по всей Украине, Казахстану. И вот мы уже нас присадили и мы ездим все. И вдруг они думают, дай-ка мы больше заработаем. И поднимают проезд, стоимость на проезд. Ну, самое главное сейчас присадить, а потом поднять стоимость на проезд. Правильно? И мы, хочешь не хочешь, будем платить больше. Кто будет больше зарабатывать? Это компания. Ну, Китайская Народная Республика, да? А давайте представим, что мы построили дороги везде. 30 миллионов километров дорог. Люди профинансировали. Пускай 50% или 30% профинансировали простые люди. Мы с вами, граждане. Все строительства этих дорог. И мы ездим по этим дорогам. Но вдруг кому-то приспичило каким-то олигархам, а мы хотим больше зарабатывать, давайте повысим деньги, стоимость проезда. Дорогие друзья, на нас с вами никак это не отразится. У нас дивиденды будут больше. Значит, уровень жизни наш не изменится нисколько. Значит, логически себе нужно понимать, что цены расти не будут. Они будут только уменьшаться. Потому что чем больше будет строиться километров дорог, тем будет ниже цена на проезды. Чем больше людей будет ездить по этим дорогам, тем ниже будет стоимость проезда. Почему? Да потому что нам это не нужно будет. Что происходит сейчас в мире? Кто-то там владеет, несколько человек, какими-то там технологиями, чем-то еще, они решили поднять цены, они заработали деньги. А мы с вами теряем деньги, мы от этого ничего не имеем. Но если здесь в этих технологиях используются народные финансирования, инвестирования, то, дорогие друзья, мы с вами, но повысилась цена на проезд, но мы с вами больше заработали. Повысилась цена на, ну не знаю, там, на интернет, но мы с вами больше заработали, потому что мы с вами совладельцы этого все. Вот это нужно понимать. Теперь, один из принципов инвестиционной стратегии. Принцип инвестиционной стратегии, дорогие друзья, я считаю просто обалденный выводное народное инвестирование. Это очень правильный вывод, это очень правильное решение, потому что, как я уже сказал, 15-18, а если говорить о партнерских программах, то есть люди, задействованные в разных партнерских программах, таких примерно 23-25% населения в бывшем, во всей Евразии. 23-25%. Еще один интересный момент, почему я спрашивал, какой возраст людей. Потому что сегодня, если взять из бывших стран СНГ, русскоговорящих, скажем так, 250 миллионов человек, из них 25% это пенсионеры. То есть это вот эта категория людей, которым за 65. Я не говорю те люди, которые за 40. А в общей сложности мы видели, да, это 65%. То бишь из 250 миллионов, 65% это примерно 60-170 миллионов граждан. И нам нужно, ну, максимум 10-15%, ну, 20%. То есть 30 миллионов человек в этих странах, вот в России 30 миллионов человек, максимум за 3 года может построен быть проект Санкт-Петербург, только народными деньгами. 5% населения Белоруссии может привлечь денег, примерно за 8 месяцев построить экотехнопарк. Только 5% населения Белоруссии. 15% населения Украины могут построить вот этот проект, треугольник так называемый, да, в Украине за 3,5, максимум за 5 лет. С доходностью 30-60-70% годового дохода. Это больше, чем банков слезит. И чем больше люди ездят по дорогам, тем больше денег они зарабатывают. Туда могут входить в долю государственные предприятия, туда могут входить государства, чиновники, мэрии, областные центры и так далее, и так далее. Дорогие друзья, это настолько выгодно, и принцип инвестиционной стратегии, который создан на Турдор Чеминистским, он очень правильный, потому что мы с вами получаем наибольшие деньги. Простые люди. И 12-е перспектива развитность масштабность. Как я и говорил, 1-5 миллионов километров дорог по России в общей сложности по всей Евразии 30 миллионов километров дорог. Вот это, дорогие друзья, нужно знать, что при оценке венчурных инвестиций компания Skyway является примером для всех венчурных проектов.